Вести Карачаева, Черкесия В Черкесии будет реконструирован памятник революционерам. В Карачаево-Черкесии появилось 400 бальников. Все они блеснули знаниями на экзамене по истории. И в республике будет открыт Центр развития этноспорта. Далее об этих и других темах. Республиканское правительство И объединение профсоюза в лице своего лидера Раиса Айбазовой. От Регионального союза промышленников и предпринимателей подпись под документом также поставил Абубакир Тамбиев. Кроме того, в рамках встречи обсуждались меры поддержки бизнеса и способы увеличения налоговых поступлений в бюджет региона. Мэр Черкеска Алексей Баскаев посетил дворы, которые были благоустроены в городе в прошлом году и промониторил ход работ на придомовых территориях, ремонтируемых сейчас. Градоначальник сказал, что фиксируют все жалобы, которые горожане оставляют в социальных сетях и в своих письмах в мэрию. По его словам, обращения поступают от жильцов, чьи дворы ремонтировались в прошлом году, в частности по улицам Магазина и Демиденко, Гутякулова, Международной и Фабричной. В Черкесске объявлен новый прием заявок на благоустройство дворов. О его нюансах и необходимом пакете документов в исполняющей обязанности начальника отдела жилищного контроля управления ЖКХ мэрии Республиканской столицы Магомед Джанибеков. В мэрии города Черкеска с 20 июня по 20 июля объявлен новый прием заявок на благоустройство дворовых территорий в рамках программы формирования комфортной городской среды. В рамках данной программы с 2017 года в Черкесске уже облагоустроено порядка 130 придомовых территорий. Новый прием заявок обусловлен тем, что перечень дворовых территорий, составленные на основании заявок, поданных в 2017-2018 годах, мы досрочно завершаем в текущем году. В этом году для участия в данной программе необходимо подать следующие документы. Это заявка, копию протокола общего собрания собственников помещения, акт обследования дворовой территории, гарантийное письмо от управляющей организации, о последующем содержании и текущем ремонте объектов благоустройства. Пакет документов необходимо подать в Управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии города Черкеска по адресу Тургеневская, 78, 3 кабинет. Дополнительную информацию можно будет получить по номеру 20 08 87. Необходимый пакет документов также можно будет найти на сайте мэрии города Черкеска в разделе «Благоустройство». Сегодня, 23 июня, столетия со дня рождения, отмечает наш земляк, ветеран Великой Отечественной войны, потомственный казак Федор Владимирович Смородин. Родился юбиляр 1922 года в станице Усть-Джигута. После школы работал трактористом. 9 мая 1941 года был призван в Советскую армию. 9 мая меня взяли в армию, а 22 июня началась война, вспоминая да ветеран. Был курсантом летного училища, затем его отправили на курсы связистов. Федор Владимирович всю войну прошел с 40-килограммовым обмундированием на плечах, налаживая поврежденные провода, обеспечивая непрерывную связь с командованием. Несколько тяжелых месяцев зимой 1942 года он со своим отрядом находился на перевале неподалеку от поселка Псху, не давая фашистам пройти по единственной горной тропе. Бои за перевалы Кавказа ему запомнились особенно. Долгое время сидели под обстрелами, почти без продуктов. Раз в неделю с самолета бойцам сбрасывали мешок с сухарями. Морозы и ветер. Наши воины выдержали стойко и дождались прихода подкрепления. Федор Владимирович дошел до Австрии и там встретил победу. Ветеран, награжденный Орденом Отечественной войны, медалями за оборону Кавказа, за победу над Германией, за взятие Австрии, медалью Георгия Жукова, имеет также четыре юбилейных медали и знак фронтовика. В общественной палате республики прошел круглый стол, на котором обсуждался проект реконструкции памятника революционерам в Центральном парке Черкеска. Сейчас здесь идут работы по благоустройству, в рамках которых запланирована и реконструкция памятника. Изначально руководство города не планировало здесь что-то менять, а лишь отреставрировать. Но в процессе столкнулись с тем, что некоторые элементы пришли в негодность и не подлежат восстановлению. По словам заместителя мэра Черкеска Артура Озова, планировали изготовить новые, но качество имеющихся в архивах фотоснимков людей, которым посвящен этот памятник, оставляют желать лучшего. Поэтому решили сделать таблички просто с указанием имен. Там же на гранитной плите будет размещена историческая справка об этом мемориальном комплексе. В этом году ему исполняется 40 лет. Памятник был открыт в 1982 году. Оригинальное отделение пенсионного фонда напоминает, что право на получение ежемесячной выплаты и средств материнского семейного капитала имеют семьи, в которых второй ребенок родился, начиная с января 2018 года, и средний душевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. В Карачаево-Черкесии в текущем году эта сумма составляет 27 612 рублей, рассказывает руководитель пресс-службы отделения пенсионного фонда по республике Анна Шаганова. В связи с увеличением с 1 июня размера прожиточного минимума повысился и размер ежемесячной выплаты на второго ребенка из средств материнского капитала. В Карачаево-Черкесии этот размер составляет 13 201 рубль с учетом индексации, что соответствует региональному прожиточному минимуму на ребенка. Всего ежемесячные выплаты из средств материнского капитала в Карачаево-Черкесии получают 268 семей. Выплату семьи могут получать до исполнения ребенку 3 лет. Подать заявление можно в любое время в течение 3 лет со дня рождения ребенка. Важно помнить о том, что если подать заявление в первые 6 месяцев после рождения ребенка, выплата будет установлена с даты рождения. Если обратиться после 6 месяцев, выплата устанавливается со дня подачи заявления. Важно! Первый выплатной период устанавливается на срок до достижения ребенком возраста 1 года. После этого необходимо подать новое заявление о назначении выплаты. Заявление о получении ежемесячной выплаты можно подать через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг, а также в многофункциональных центрах или в территориальном органе Пенсионного фонда, предварительно записавшись на прием. По всем вопросам обращайтесь к специалистам Пенсионного фонда по телефону горячей линии 8 800 600 02 91. Три жителя Карачаевского района признаны виновными в причине нетяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть мужчины. Информацию комментирует старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Карачаево-Читесе по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Евгения Перхилева. Следственным судом установлено, что 22 апреля 2019 года трое подсудимых приехали в аул Хурзук для встречи с мужчиной, с которым у одного из них ранее произошел конфликт. В ходе разговора, согласно ранее достигнутой договоренности, злоумышленники начали избивать потерпевшего, в том числе металлической монтировкой, которую передавали друг другу. Не остановившись на этом, один из преступников достал имевшийся у него пистолет и выстрелил лежащего на земле мужчину. После этого злоумышленники положили потерпевшего в багажник автомобиля, отвезли в район аула Учкулан и продолжили его избивать. Причинив более 40 травматических повреждений, подсудимые отвезли мужчину в больницу и скрылись. Потерпевший в тот же день скончался. 1 мая 2019 года злоумышленники были задержаны в городе Черкесске с сотрудниками полиции. В целях установления истины по уголовному делу следователям допрошены свидетели, проведены проверка показаний на месте, очные ставки и все необходимые судебные экспертизы, изобличающие мужчин в совершении указанных преступлений. Суд, оценив собранное по уголовному делу наказательство, назначил одному из обвиняемых наказание в виде 12,5 лет лишения свободы, второму злоумышленнику в виде 10,5 лет и третьему 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Выпускникам 11 классов огласили результаты ЕГЭ по двум обязательным предметам русскому языку и математике и двум предметам по выбору физики и истории. Так, русский язык, самый массовый экзамен сдавали 1762 выпускника, результаты в диапазоне выше 80 баллов показали 359 участников, средний балл по предмету среди выпускников республики составил 60 баллов. Не преодолели минимальный порог для получения аттестата, а это 24 балла, 174 выпускника. В ЕГЭ по математике базового уровня приняли участие 1236 человек. Около 80% участников экзамена успешно выполнили более половины заданий, которые на базовом уровне носят практикоориентированный характер и требуют не столько глубоких знаний, сколько умения логически рассуждать. Профильную же математику писали 506 человек, это более продвинутый уровень, его выбирают те, кто планирует получать высшее образование. Готовятся, соответственно, более усердно. От 80 баллов и выше набрал 21 участник экзамена, средний балл по предмету составил 49. Не преодолели минимальный порог в установленные 27 баллов 93 человека. В ЕГЭ по истории приняли участие 423 человека, 4 участника получили на экзамене максимальные 100 баллов, средний балл составил 49,9. Физику писали 162 выпускника, 125 из них показали результат, превышающий минимальный балл для поступления в ВУЗы. И в продолжение этой же темы, как мы уже говорили, в регионе появилось 400 бальников, все они блеснули знаниями на экзамене по истории. Так, высшие баллы получили Кирилл Кривобоков, выпускник 6-й школы Черкеска, Алан Бачаев и Аслан Урусов, выпускники 9-й гимназии, а также Азамат Ханкишиев, выпускник 5-й гимназии Республиканской столицы. Специализированный Центр выявления поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи будет создан в Карачаево-Черкесе по национальному проекту образования в сентябре текущего года. В нем смогут обучаться дети со всех районов республики по направлениям наука, искусство и спорт. Он будет создан на базе Центра дополнительного образования детей. В трехэтажном здании расположатся лектории, зона для проектной деятельности, две лаборатории, кабинеты математики и иностранных языков, шахматная зона, художная мастерская и научно-познавательная зона, а также тренажерные и хореографические залы и комнаты для проживания детей. С 1 сентября текущего года на базе школы-интерната имени Латокова и Черкеска откроется Центр для детей с ограниченными возможностями здоровья, который будет осуществлять образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. В частности, это дети с задержкой психического развития, речевого развития, нарушениями опорно-двигательного аппарата, детским церебральным параличом, а также дети с расстройствами аутистического спектра и т.д. На базе Карачаева-Черкесского государственного университета имени Умара Алиева откроется Центр развития этноспорта. В этом году данный проект получил грантовую поддержку Всероссийского конкурса молодежных проектов. Он направлен на повышение уровня знаний о традиционных видах спорта народов Северного Кавказа. В рамках проекта пройдет уникальный в своем роде турнир по этномногоборью, включающий в себя семь видов спортивной программы «Тутуш», «Национальная борьба на поясах», «Холташ», «Толкание плоского камня», «Джау-джиб», «Лазание по промасленному канату», «Бег в гору», «Скайранинг» и другие. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер восточный 6,11 метров в секунду, температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В горах местами плюс 12-17, в Черкесии второй половине дня кратковременный дождь, гроза, ветер восточный 6,11 метров в секунду, столбик термометра поднимется до 25 градусов выше нуля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова На этом информационный выпуск с Ритой Неровой завершен. До новых встреч в эфире. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч!